Сегодня в Минске возобновила свою работу под группу по вопросам безопасности в Донбассе. Главная задача нового раунда – согласовать отвод от линии соприкосновения вооружений калибра менее 100 мм. Накануне это сделать так и не удалось. Переговоры шли весь день, но в последний момент представители Киева отказались подписать итоговый документ. На заседании контактной группы обсуждали также политические, экономические и гуманитарные темы. Каким результатом пришли стороны, расскажет Ольга Аксенич. Десять часов переговоров и снова практически никаких результатов. Один из самых главных вопросов об отводе вооружений калибром менее 100 мм так и остался открытым. Текст документа, согласованный еще 21 июля, пошел в корзину. Новый вариант хоть и подготовили, но чтобы подписать. Здесь украинская сторона вдруг пошла на попятную. Киев не хочет отводить танки и артиллерийские орудия с четырех точек. Донбасс по-прежнему настаивает на всей линии фронта. На сегодня картина такая. Мы снова столкнулись с абсолютным нежеланием украинской стороны доводить этот вопрос до логического его завершения. По вопросу об особом статусе Донбасса пока не то, что соглашения нет. Не предвидится даже консенсуса обновленную Конституцию Украины, где вопреки минским договоренностям этот пункт не прописан. Донецк и Луганск не признают. Киев же менять основной закон отказывается. Есть надежда, что этот вопрос сдвинется с мертвой точки, но у нас остаются открытыми все те же проблемные вопросы, о которых мы неоднократно говорили. Это вопрос доведения до соответствия требованиям минских соглашений конституционной реформы, которая сейчас идет абсолютно в разрез. Подготовка и проведение выборов органов местного самоуправления по отдельному специально принятому для этого случая закону, который должен определить, каким образом в наших условиях необходимо проводить такие выборы. Обмен пленными еще один камень преткновения из-за разногласий. Сотни человек не могут вернуться домой. При этом Украина требует отдать подозреваемых в зверских убийствах. Самопровозглашенные же республики своих соратников, не согласных с новой радикальной идеологией Киева. Полит заключенных. К сожалению, результата, который можно было бы похвастаться, сегодня достичь не удалось. Тем не менее, процесс продолжается. Мы, как и заявляли до этого, готовы были бы находиться здесь и день, и два, и неделю, сколько бы не потребовалось. К сожалению, политическая подгруппа сегодня опять уперлась в те же предыдущие противоречия. Водоснабжение Донбасса вдоль линии соприкосновения начнется разминирование железной дороги, то есть появится возможность доставлять гуманитарные грузы жителям. Правда, чтобы это было эффективно, нужно сначала обеспечить безопасность. Заседание специальной подгруппы уже началось в президент-отеле. Конференции вновь встретятся 26 августа. Пока контактная группа пытается найти мирные решения украинского кризиса, Киев только усиливает обстрелы в Донбассе. За минувшие сутки силовики нарушили режим тишины более 40 раз. Основной удар пришелся на центральный район Горловки, Дебальцево и Донецк. Разрушено несколько жилых домов. Многие населенные пункты остались без света. По данным местных властей, огонь ввелся со стороны подконтрольного Киева-Дзержинска. В ДНР отметили, что украинские военные по-прежнему применяют тяжелую артиллерию калибром 152 и 122 мм, запрещенную минскими договоренностями. Факт нарушения подтвердили наблюдатели ОБСЕ. Тем временем разведка ополчения продолжает фиксировать перемещение киевской техники вдоль линии соприкосновения. Недалеко от Славянска были замечены 20 установок Град, еще 8 в Константиновке. Правительство Украины на этой неделе представит план мероприятий по наступающему отопительному сезону. Ситуация в энергетической сфере складывается катастрофическая. В стране из-за нехватки угля уже перестали работать многие теплоэлектростанции. На грани закрытия одна из крупнейших, Приднепровская. Но на новые закупки у Киева практически нет средств. Не в состоянии власти навести порядок в регионах. В Ивано-Франковской области выясняют обстоятельства сразу нескольких пожаров в сельсоветах. Сегодня Таганский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит дело о вандализме на Сталинской высотке. Инцидент, получивший широкий резонанс, произошел в августе прошлого года. Тогда фигуранты дела вывесили украинский флаг на шпиле здания на Котельнической набережной. Также им удалось выкрасить половину звезды в синий цвет. На прямой связи со студией наш корреспондент Илья Андреев. Здравствуйте, Илья. Какая информация есть к этому часу? Добрый день, коллеги. Ну, на самом деле заседание проходит в закрытом режиме, поэтому сложно сказать, что сейчас происходит за закрытыми дверями Таганского суда. Но можно предположить, коль скоро это предварительное слушание, прокуратура должна озвучить обвинительное заключение, а защита может подать какие-то свои ходатайства, ну, или, может быть, даже жалобы. Ну и всех подсудимых уже доставили в зал суда. Напомню, это несколько человек, среди них четверо москвичей. Александр Погребов, Алексей Широк-Кожухов, Евгения Короткова и Анна Лепешкина. Все они находились под домашним арестом до сегодняшнего дня. А также петербуржец Владимир Подрезов. Он как раз провел все это время в СИЗО, потому что несколько лет назад он был уже осужден за кражу. Ну и напомню немного о событиях. 20 августа, в ночь на 20 августа в Москве высотка на Котенческой набережной окрасилась в цвета украинского флага. Неизвестные закрасили звезду, вывесили сам флаг. Ответственность за эту акцию на себя взял украинский руфер Павел Ушивец, известный под творческим, если так можно сказать, псевдонимом Гриша Мустанг. Но правоохранители по горячим следам задержали четверых москвичей. Позже в Петербурге был задержан и Владимир Подрезов. Своё участие в этой акции признал пока только Владимир Подрезов. Остальные ребята утверждают, что просто собирались прыгнуть с парашютом с высотки. Ну и оказались на месте преступления случайно. Ну и, конечно же, в суде не хватает главного участника. Это Гриша Мустанга. Он скрывается, соответственно, на Украине, где его не только не преследуют уголовно, но и даже вручили ему именной пистолет. Коллеги? Спасибо, Илья. На прямой связи был наш корреспондент Илья Андреев. Он следит за слушанием по делу о вандализме на сталинской высотке. В результате падения строительного крана в голландском городе Альфинандерейн пострадал один человек. Спасатели завершили обследование развалин нескольких жилых домов, на которые упали тяжелые конструкции. Власти города уже подтвердили, что в результате инцидента никто не погиб. Единственный пострадавший мужчина находится в больнице. У него травма бедра. Ранее сообщалось о том, что пострадавшие могли оказаться до 20 человек. Но только по счастливой случайности в этот момент практически никого не было дома. В списке пропавших без вести также никто не числится. Что стало причиной обрушения многотонной конструкции, сейчас выясняет следствие. Трое строителей, которые как раз при помощи этих двух кранов пытались переместить часть разводного моста, сами пришли в полицию. Возбуждено уголовное дело. Власти Франции и Великобритании будут совместно решать проблему. Возвращение нелегальных мигрантов на их родину об этом заявил глава британского МИДа. Поток нелегалов, которые пытаются перебраться через Ла-Манш на британские острова, только возрастает. Минувши ночью сотни мигрантов вновь пытались прорваться через туннель, соединяющий Францию и Великобританию. Полиция производит задержания практически круглые сутки. Как сообщила глава британского МИДа, французские полицейские и британские пограничники теперь будут размещены прямо в диспетчерской евротуннеле в французском Кале. А компания-оператор туннеля дополнительно наняла еще сотню охранников. Продолжается работа по возведению проволочных заграждений. Госбанк Пуэрто-Рико объявил о дефолте по государственным долговым обязательствам. Уже 117 лет страна является ассоциированной территорией Соединенными Штатами Америки. Но дефолт объявляют впервые. Еще в июне губернатор острова Алехандро Падилия сообщил, что долг страны превышает 72 миллиарда долларов и необходима его реструктуризация. А 1 августа государство смогло перечислить кредиторам лишь около 10% от требуемых выплат. Крупными держателями долга Пуэрто-Рико являются американские пенсионы и хедж-фонды. Многие годы они набирали долговые бумаги островного государства, так как они не облагались никакими налогами. Теперь эти инвестиции можно считать фактически потерянными. Шесть лесных пожаров зафиксированы в Якутии. Два из них действуют на территории особо охраняемых природных зон. За прошедшие сутки огонь уничтожил гектар леса. В трех районах республики объявлен режим чрезвычайной ситуации. Еще в семи введен повышенный класс пожарной опасности. Главной причиной возгорания по-прежнему остается разведение костров. Жители просят воздержаться от посещения леса. Также категорически запрещено устраивать пикники. Ситуацию в пожароопасных районах в круглосуточном режиме отслеживают сотрудники МЧС. На сегодняшний день все зарегистрированные природные пожары локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют. Высокий класс пожарной опасности лесов складывается в западной Якутии. Это Мирненский район. Поэтому ему уделяется в данный момент особое внимание. Сложная ситуация с лесными пожарами сохраняется в Бурятии. Там действует свыше 50 возгораний. Огнем объяты более 24 тысяч гектаров, в том числе на территории Джергинского заповедника. В Забайкале спасатели за сутки потушили большую часть пожара. Площадь возгорания снизилась в 12 раз до 145 гектаров. Полностью справиться с огнем удалось на Чукотке. Парашютно-десантная служба сегодня ликвидировала два остальных лесных пожара. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Иркутской области, Тыве, Хакасии и Красноярском крае. В Россию доставлены тела трех альпинистов, погибших в Киргизии, при попытке покорить одну из самых высоких вершин мира – пик Ленина. По предварительным данным, все спортсмены были жителями Москвы. Трагедия произошла 30 июля во время группового веревочного спуска на высоте почти 5000 метров в плохих погодных условиях. Шел дождь со снегом. Россияне упали с соответственного обрыва. Из горной местности тела погибших вывезли вертолетами вооруженных сил Киргизии. По данным республиканского генштаба, только с начала года в высокогорных районах страны около 25 альпинистов попали в опасную ситуацию и были вовремя эвакуированы. 8 спортсменов погибли. Более 2000 военнослужащих из 17 стран мира принимают участие в международных армейских игр, которые проходят на военных полигонах нашей страны. Под Саратовом прошли соревнования артиллеристов. Начался конкурс с парадов, в котором помимо России участвовали представители Китая, Венесуэла, Анголы и Белоруссии. После торжественной части артиллерийские расчеты отработали уничтожение целей условного противника, в том числе из реактивных систем залпового огня «Град». Затем совершили высадку десантники. А во Владимирской области сегодня готовится старт другой дисциплины — открытая вода. В ходе конкурса военным инженерам предстоит разобрать минные заграждения, проложить дорогу для бронетехники и построить переправу через Аку. Подобное международное соревнование проводится в России впервые. В Перми состоялось юношеское первенство России по кинологическому спорту, так называемому «аджилити». В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов не старше 18 лет и из разных регионов страны. Зрители смогли оценить способности собак десятков пород. Выдающиеся умения демонстрировали питомцы-метисы. Призовые места доставались в основном столичным кинологам. Юлия Богоманшина подробнее. Носик. Где носик? Ай, умничка. Умничка. Все эти банальные «лежать, сидеть» — для него давно пройденная собачья азбука. Это Бадди — заслуженный пес. Победитель первенства России прошлого года — участник чемпионата Европы. Бордер Коли. Он очень преданный, готов всегда работать, внимательный, активный. Эта собака вообще пастушья. Впрочем, интеллект интеллектом. А на старте любой пес все равно волнуется, как школьник. Ведь в считанные секунды надо оценить обстановку. Полоса препятствий для собак — сюрприз. Что и в каком порядке, горки, туннели, качели заранее неизвестно. На маршруте никаких вкусных поощрений. Хозяину разрешено подсказывать только голосом и жестами. Побеждает тот, кто препятствия прошел без ошибок и быстрее всех. Характерно, что они себя ведут очень азартно. Им это очень нравится. То есть собаки, которым это не нравится, в таком уровне обычно не выступают. То есть у нас собаки очень азартные. Ну и, соответственно, ошибки тоже из-за азарта. Да, собака может быть в планку барьера, например. Аджилити-спорт достаточно молодой появился в 70-х годах прошлого века в Великобритании. Сейчас становится все популярнее. На всероссийских соревнованиях в Перми более ста участников. Породы разные. Шелти, шпицы, колли. Тут и к талантливым метисам отлично относятся. На категории собаки делятся исключительно по росту. А кинологам — от 14 до 18 лет. Почти у каждого все начиналось с обычного. Хочу собаку. Впрочем, быстро выяснилось, что отношения с питомцем — нелегкий труд. Это сейчас со шпицем Зорро можно хоть в цирке выступать. Он мастер танцпола и забавных трюков. Но любой дрессировщик знает, собака проявит свои таланты только когда ей уделяют много времени. Мы с ним совершенно, наверное, разные по характеру. Он постоянно то сбивал палки, то он не делал зоны, то он просто не хотел работать. И даже последние две недели перед поездкой я очень переживала. Потому что часто он выдавал такие ошибки, которых раньше не было. Но здесь он смог собраться. В результате хозяйке золотая металь, а питомцам то, что повкуснее. Ну и, конечно, восторги и восхищение публики. Юлия Богоманшина, ТВ-центр. Юлия Богоманшина, ТВ-центр.